На расширенном планерном совещании в администрации Северского района обсудили степень готовности образовательных организаций муниципалитета к новому учебному году. По решению межведомственной комиссии все они готовы. Во всех учреждениях проведены текущие ремонты. На эти цели средств местного бюджета было выделено более 6 миллионов рублей. Выполнены работы по поделке покраски стен групповых ячеек учебных кабинетов. В детских садах приведены в порядок теневые навесы, уличное оборудование, приведены в порядок пищеблоки и проведено еще очень много работы по приведению к надлежащему состоянию наших дворовых территорий, внутренних помещений, которые у нас активно начнут использоваться. В школах с 1 сентября, а детские сады уже сейчас работают в этих условиях. В ряде образовательных учреждений капитально отремонтирована крыша, заменена электропроводка, теневые навесы, произведена замена напольного покрытия на путях эвакуации и многое другое. Выполнены капитальные ремонты в 13 учреждениях. В школах 43, 21, 27, 49, 59, 51, 19, 8, 11, 36. Их в детских садах в 25, 42. Их сейчас начались работы в 8 детском саду. Всего объектов, которые были отремонтированы в летний период, 35. Любовь Масько отметила, что на сегодняшний день сохраняется проблема переуплотненности во многих школах и садах. Количество учеников в классах порой превышает 35 человек, а в садах есть группы, где списочное количество детей приближается к 60. На планерке вновь обсудили и вопрос несанкционированной стихийной торговли, которая приобрела массовый характер в поселениях Северского района. Накануне главам было рекомендовано проводить постоянные рейды по местам незаконной торговли и обеспечить взаимодействие органов власти с представителями казачества и правоохранительных органов. Тем временем во многих населенных пунктах люди просят увеличить размеры социальных рядов. В частности, глава северского сельского поселения Алексей Анашкин рассказал, что получил более 15 подписей с просьбой увеличить число льготных мест в торговом павильоне у входа в рынок станицы Северской. Люди приходят сюда около пяти утра, чтобы занять место и продать товар со своего приусадебного участка.